Во-первых, Михаил сделает сейчас несколько фотоснимков с помощью нашей функции Fast Capture. Постараемся поснимать вас, красивых, с венками. С венками. С цветками. И, соответственно, аппарат можно опустить. Если кто рядом находится... Вы видите, Михаил утопил удачный телефон. У нас есть специальный аквариум, в котором мы можем вести подводную съемку. То есть вы можете включить, собственно, запись видео, после этого погрузиться с аппаратом в воду, и он продолжит снимать все под водой. Причем, кстати, хочу заметить, что в очень хорошем качестве. Мы хотели протестировать это в Москве-реке, но потом поняли, что частота на прибыль недостаточно, и, наверное, нам все-таки не удастся нас поразить качеством съемки, поэтому взяли аквариум с обычной водой. Но, как вы понимаете, можно снимать и в море, и в океане, и в прочих водоеках. Видите, что он все еще живой? Да, все еще живой аппарат. Все еще живой, отлично. Видите? Из него стекает вода каплями. Также хочется отметить то, что он не только живой, но еще прекрасно управляем. Благодаря очень интересной функции, которая называется wet finger, мокрые пальцы или влажные пальцы, можно. Давайте я громче это расскажу для всех. Дело в том, что помимо того, что это просто очень хороший экран, он еще поддерживает технологию wet finger tracking. Это отслеживание мокрых пальцев. То есть даже вынув телефон из воды, или если у вас вдруг оказались мокрые руки, вы знаете, на современных смартфонах это иногда бывает проблема. Вы моете посуду, я не знаю, вдруг раздается звонок, и вам обязательно перед тем, как ответить на звонок, надо либо вытереть руки полотенцем, либо сделать это носом, как некоторые делают, тоже очень смешно бывает. А в этом смартфоне такой необходимости нет. Он прекрасно отслеживает, даже если у вас абсолютно мокрые руки, абсолютно мокрый край, вы просто проводите пальцем и совершенно спокойно управляете любой функционалом операции.